Привет! Вчера в российских эфирах пропаганда «Не спит никогда» произошел некий сбой. Обычно они существуют для того, чтобы восхищаться гением Владимира Путина. Они его поздравляют с днем рождения, говорят, что он у них начальник, вождь и так далее. Ну, в общем, маньяк как маньяк. Тут вроде как ничего нового, собственно говоря, и нет. Но вчера у Путина появился некий конкурент в лице движения «Хамас». Что там «Хамас»? Они сегодня показали совершенно новые формы и способы ведения боевых действий, если уж правду говорить нам. Они были просто в восторге от того, какую операцию на первом этапе провели террористы. Им очень понравилось. Они говорят, что нужно изучать этот опыт, как израильская армия, израильская разведка все профукала. И им просто это добавило массу удовольствия. И телевизор российский, а это и есть Кремль, он ничего не скрывает. И в этой войне они сразу все расставили на свои места. В череде информационного шума и громких заявлений я постараюсь так по-военному, немножко, может быть, циничным, со стороны российского офицера посмотреть на все эти события, которые есть. «Если сильно не заморачиваться, чей союзник Израиль? Соединенных Штатов Америки. Чей союзник Иран и тот мусульманский мир, который вокруг него наш? У нас есть свои цели и задачи, которые, в общем, бесподобно наш президент определил на Валдайском форуме». Это не секрет, но это четко объясняет восторг зе-патриотов, потому что они получили соответствующую команду, что мы болеем, и не только болеем, а обеспечиваем вот эту команду. На фоне этих заявлений, значит, даже Владимир Рудольфович Мудозвон, он должен был сделать, обязан был сделать некоторое замечание, а то он славится тем, что определяет евреев на правильных и нет. Так вот, в его логике получается, что он один, единственный правильный еврей. «Представьте себе, да, то есть страшное утро в Израиле. Ну, просто страшное. И здесь я хочу, чтобы очень четко было понятно, я еврей, но не израильтянин. То есть у меня нет любимчиков, кроме моей Родины. Моя Родина – Россия. То есть поэтому, когда меня спрашивают, на чьей стороне, я вообще не понимаю самого этого вопроса. На чьей стороне я всегда на стороне моей Родины – Россия». Что лишний раз доказывает, нацизм не имеет национальности, даже если он цветет и пахнет, и пытается разложить мир из Российской Федерации. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Значит, у Мудозвона, он же Владимир Рудольфович, было одно единственное замечание. То есть они все так восторгались Хамасом и убийством евреев, что пришли к выводу, что все хорошо, все правильно, но нужно сделать небольшое нововведение, чтобы было легче и проще впихивать через фашистские матюгальники вот эту вот тему, что не все так однозначно. Вот в новостях российских уже транслируют вот этот вот тезис постоянно, что от авиаударов по сектору газа страдают мечети и мирное население. И это правда. Но только, знаете как, понемножечку, как только Цахал будет продвигаться вперед и наказывать этих людей, это приведет к гибели у мирного населения. Так оно всегда бывает во время конфликта. Значит, они будут делать из людей, которые напали, жертву израильской военщины. И чтобы это делалось проще, Мудозвон дал совет. А он, кстати, в этом плане, ну объективно, специалист. Родина России. Но, как любой нормальный человек, как я могу относиться к картинам жутких, нечеловеческих зверств и издевательств над мирными жителями, над женщинами, над детьми. Это страшные кадры. Я не понимаю, зачем та страна снимает кадры своего издевательства над трупами военных, над несчастными женщинами. Мне это сразу напомнило кадры, которые снимали украинские нацисты, как они издевались над мирными жителями. Мариуполе. Съезжают негодяи. Что было в Мариуполе? Значит, город разрушила российская фашистская армия. Но ему не понравилось следующее. Он говорит, что зачем они это снимали? Вы слышите вот эту вот фразу? Зачем они снимали свои зверства? Нужно делать втихаря. Он им подсказывает, надо делать как российская армия, у солдат которой изъяли мобильные телефоны с камерами в первую очередь. Это же самое главное преступление. То есть, российскому солдату даже у местных запрещено брать телефон, чтобы в случае чего, если там есть интернет, позвонить маме или своей самке, сказать, что я еще жив, но скоро сдохну, скоро ты получишь свою ладу-калину. Он таки говорит, что не надо это снимать. Он не говорит, что этого делать нельзя. Что это преступление. Что это страх и ужас. Снимать не надо. Я сразу вспомнил тут слова одного депутата, Константина Затулина, который после вот этих всех расследований в Буче сказал следующее. Не надо было оттуда уходить. И все. И тогда было бы все четко. Мы бы контролировали территорию. Сколько бы мы украинцев убили, никто бы не знал. Вот у них такая тактика. Ну а в процессе восторжения, кстати, знаете что, по Мариуполю есть одно маленькое уточнение. Непосредственно из программы «Мудозвон» и его друзья-нацисты. Если по количеству командировок, так если их называть, наверное, пятая, шестая. Как-то так, примерно. Награды? Есть. Орденом мужества награжден. Горжусь. Конечно. До спецоперации медаль Суорова. То есть орденом мужества здесь за Мариуполь? Да, за Мариуполь. Этот Буров до этого рассказывал, какие у них артиллерийские системы на вооружении, минометы 240 мм и меньше. Ну, то есть вся линейка того оружия, которое имеет российская армия, которое мы частенько минусуем. Ну, в общем, все как на войне. Я просто к тому, что, как вы думаете, если эта морда получила медаль мужества командир этой артиллерийской бригады, что же делала эта артиллерийская бригада? А, сносила дома вместе с жителями. Но у нас есть на такой случай генерал Боярышник, который вообще все очень четко раскладывает. Почему хорошо? Почему хорошо, что напали на Израиль? Но самое главное, сегодня нам надо выполнить свои задачи. Нам победить. Чем-то больше тем раздувается, тем больше сил, средств, материальных и ресурсов отвлекается на этот конфликт, в том числе Соединенных Штатов Америки. И когда сегодня натовцы проводят учения по обеспечению, точнее, по недопущению нами пробития Суваловского коридора, они сейчас радостно идут. Хотя я уже говорил про Суваловский коридор, что это в стратегическом плане, ну, наверное, не совсем целесообразно, потому что будет по постоянным ударам. Если уж проблему решать, то кардинали со всей Прибалтикой, не ломая голову. То натовцы четко оценивают наш боевой потенциал, несмотря на тот конфликт, который сегодня специальная военная операция проводится на Украине, мы сегодня в состоянии разобраться и с Суваловским коридором, что, в принципе, за страну-то гордость берет. Они реально оценивают наши возможности на сегодняшний день. И, наверное, нам надо понимать, к чему они готовятся. Ресурсы, понимаете? Главное, ресурсы, чтобы Запад перестал поставлять оружие, боеприпасы и деньги, и все, что необходимо для того, чтобы нам выжить. Вот это они хотят, чтобы это все остановилось. И была масса размышлений, кстати, и Ольга Скобеева, вся эта банда, они сейчас вот этот тезис транслируют, что Украине не дадут чего-то или дадут меньше, в общем, Украину сольют, ну и так далее. Но что-то я смотрю, неожиданно, вот прям несколько часов назад, премьер-министр Дании говорит, вы знаете, мы будем увеличивать количество поставленных F-16 Украине. Это заявление Метте Фредериксон. С ней, если я не ошибаюсь, Владимир Зеленский сидел в F-16 двухместном, который используется для, в том числе, учебных полетов. Так что, глядя, не выяснится, что в НАТО никто не устал. Еще раз, оружия достаточно. Есть только политические дискуссии на Западе. Есть только это по этому поводу. А в части реальных поставок и обеспечения все как было, так и осталось. Я смотрю старине Джозефу Байдену, все это надоело, и он хочет сразу законтрактовать под военную помощь Украине 100 миллиардов долларов. Ну, так, чтобы больше никто не трындел на тему «устали», то это же демократия, там постоянно выборы, и постоянно будут эти разговоры, а так мы поступаем или не так. Другое дело, вот Раша, есть одно мнение, и все его обслуживают и облизывают. Ну, в частности, это было на Валдайском форуме. Хотя, вы знаете, если вернуться к нападению на Израиль, к вторжению, к этим безумным просто, с точки зрения человека, преступлениям, кое-что им сказала Маргарита Симонян. Кто виноват? Вообще, кто виноват? Это же важно. Это же так просто. Алексею Арестовичу тоже будет очень интересно это услышать. Это чудовищно все. Ну, я не буду обсуждать, с чего началось, с чем закончится, кто там прав, кто виноват. За скобками оставим то, что в зверствах всегда виноват тот, кто эти зверства осуществляет. А в первопричинах и в последствиях, я Пушкина позволю себе перефразировать, нам непонятно, нам чужда сия семейная вражда. Пушкины, Достоевские и иногда Лермонтовы прилетают в украинские дома и забирают жизни украинских граждан. Поэтому высокую российскую культуру и литературу мы откладем на полку. После войны, возможно, если у кого-то будет желание, мы почитаем. Но вот эта вот фраза, да, кто устраивает зверства, тот и виноват. Почему важно это Алексею Арестовичу, этот тезис? А то он начинает закидывать в украинское пространство, что вот Украины стали какими-то суровыми, жестокими. Они расчеловечились, украинцы. Но все просто. Сам в шоке. Не думал, что я когда-то в чем-то смогу согласиться с Маргаритой Симоньян. Но в это время, что мы видим, значит, генерал-боярышник своим ртом говорит о том, что мы хапнем, как они говорят, Прибалтику, Сувалковский коридор, это сухопутный коридор в Калининградскую область или Кенигсберг. По-моему, все-таки Кенигсберг. Вот этими заявлениями они взбодрят всех, понимаете? Потому что Израиль с Хамасом разберется. Вопрос стоит там, условно, Хазбала и другие акторы в этом регионе впишутся они в эту войну. С большой вероятностью, что нет. И закончится это тем, что вот эти головорезы, которые были спонсированы Ираном и Россией, они просто сдохнут. Их не будет. И да, конечно, погибших не вернешь. Это правило универсально. Оно и для Украины, и для Израиля. Но военная победа будет одержана. А эти хотят, чтобы горело ярче, чем больше зон нестабильности, чем больше конфликтов, тем они считают, у них больше шансов захватить Украину. Негодяи. Они готовятся. У них есть свои планы наполеоновские, но у них есть свои планы оборонительные. Вот эти оборонительные планы они отрабатывают. Наша задача на сегодня победить. И не учитывая те угрозы, которые у нас есть по Прибалтике, по Финляндии, по Арктике опять началось. Причем довольно-таки серьезно. Ну и, конечно, тайваньская проблема, не считая Среднюю Азию и нашей Закавказьей. Вот этот комплекс наших угроз, он должен быть четко сопряжен с тем, что сегодня происходит на Ближнем Востоке. Страшно жить. Но это НАТО, оно настолько коварно, ну просто я даже не знаю, где Химонсрайс Воч, где Грета отрабатывают операции по защите своей страны, ну в данном случае в рамках блоконата, своих стран. Оборонительные операции. А у россиян вот амбиции. Вот весь мир, да? Весь мир Россия, кроме Палестины, да? Судя по всему, у них подход такой. Что Россия? Россия сам вначале проводила четкую и ясную политику. Объясняют, что эти ситуации можно разрешить только путем переговоров, только уважением каждой из сторон. Но Россию же, по большому счету, отдавили, вытеснили. Было сказано, нет-нет-нет, мы все сами. Ну вот и устроили все сами. А эта война быстро не закончится. Количество погибших, ну просто страшное. Такой пощетчины в истории израильской армии израильских спецслужб не было никогда. И Путин об этом предупреждал. Он предупреждал, что мир сходит с ума. Что все эти заверения не имеют никакого отношения к тому, что происходит. На Валдайском форуме президент четко, вот все разложил по полочкам. Дал свое видение мира. Что можно делать, как можно делать. Но ведь Запад никого не хочет слышать. Путин предупреждал израильтян. И Запад в целом предупреждал. Мне больше всего понравился комментарий Сергея Маркова. Вот на первый взгляд он блаженный политолог. Ну, то есть, просто человек на букву Е. Нутый, да. Что он пишет? Значит, новая война между палестинцами и израильтянами. Это еще один провал однополярного мира США и Европы. То есть, люди, которым как минимум сочувствует российское государство, которое убивает израильтян с российским оружием. А виноваты Европа и США. Потому что Путина не уважают. Значит, 30 лет назад был создан однополярный мир, по мнению российских нацистов. И вот теперь он и рушится. Именно Вашингтон и Бруссель, это я цитирую Маркова, главные виновники в смерти израильтян и палестинцев. Ага, уже и израильтян, и палестинцев. Уже сразу четко не все так однозначно. И далее, моя любимая. Не умеете управлять миром, убирайтесь с мирового Олимпа. Это главное, что им повторяет Путин. То есть, другими словами, миром должен управлять кто? Непосредственно маньяк. Вот такой у них настрой и такой у них подход к этой войне. Ну, а нам что? Нам свои работы. Меняться надо быстрее. То смотришь тут на новости, когда у нас не так много производителей ракетного вооружения, а их деятельность блокирует украинское государство. И касается это не только КБ «Луч». Нет. Я иногда думаю, что это? Может быть, это саботаж? Может быть, это вредительство? У нас вообще есть президент, премьер, министр обороны? Вы себе вообще представляете, чтобы в воюющем государстве административными путями блокировали производство ракет? Так вот, если у нас не будет ракет, еще раз повторю простую мысль, что гроза будет повторяться только у нас. Они нас будут убивать, а мы будем читать новости о том, как аудиторская проверка проходит на каком-то оружейном предприятии, которое, по мнению аудиторов, насчитало прибыль, заработало. А я вот думаю, если у нас предприятие могло выпускать одну ракету в 10 лет, а нам теперь надо 10 тысяч ракет в год, то, чтобы увеличить производство. Наверное, прибыль нужна, правда? Что-то тут в наших вот этих делах не очень. Это чистая водозрада. И решение надо принимать нам самим. Все хочется через губу. Сколько еще должно пролиться крови, сколько еще должно быть развязано конфликтов. Не хотели говорить с Россией? Хотели использовать Украину как плацдарм для наступления? Говорить вообще не захотели. Получили. Не захотели слышать палестинцев? Не захотели слышать израильтян? Почему демократы так себя неоднозначны? Потому что они ненавидят Израиль, многие из них. Клубок-то противоречий страшный. Ну и Израиль тоже, конечно, надо отметить, что такого не было, конечно, никогда. Ну это же, ну вот народ сейчас пишет, ну хотя бы посмотрели, что в зоне СВО происходило. Все, вот все легенды, которые строились об Израиле, вчера оказались разрушены. Железный купол не справился. Сахал не справился. Эту зону не контролирует Моссад, поэтому скажем по-другому. Военная разведка Израиля не справилась. Самый неубиваемый танк в истории, лучший, который есть, и близко не справилась. Поэтому вместо того, чтобы тиктоки снимать, военнослужащим израильской армии, всюду в сети были. Надо было заниматься боевой подготовкой. В этой истории знаете, что важно? Хорошо смеется тот, кто смеется последний. И вот когда он перечисляет, я имею в виду мудозвон, вот эти вот, что все должны России по факту того, что это нацистское государство, вот это нас всех, всех, не только Украину, а Запад в целом, должно заставить думать. И договориться с ними не удастся. Я вот прочитал вот такое стихотворение израильское. Стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали, но нашлись те, кто их пожалели, те, кто открыл зверям эти двери, зверей встретили песни и добрый смех. Звери вошли и убили всех. Свои ворота открывать не надо. Особенно, когда ты имеешь дело с Российской Федерацией. И animal, то есть звери, здесь ни при чем. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем вещи своими именами. Украина была, е и буду. До зустречи. звери, зверя, зверя, зверя. Продолжение следует...